всем привет сегодня у нас на обзоре вот такой мотоцикл но если сказать точнее то это образец то есть это пока еще не серийная модель это образец который изготовили вот именно для испытаний это мотоцикл scout 3 что в принципе видно сразу да уже по внешнему виду но здесь как видно вот необычный двигатель то есть это двигатель зонкшин 165 fm и вот последняя буква в этом названии говорит о том что этот двигатель 250 кубических сантиметров в серийных мотоциклах scout 3 уже есть модель с двигателем зонкшин 165 fml то есть буквой l на конце до в маркировке что говорит о том что вот у того двигателя кубатура 200 кубических сантиметров то модель серийная которая сейчас вот есть например в продаже о которой мы уже говорили называется 3 в 200 здесь двигатель 250 кубических сантиметров зонкшин и соответственно особенностью является то этого двигателя что у него есть задняя передача то есть это в принципе двигатель от квадроцикла другими особенностями этого двигателя является наличие балансирного вала как мы видим вот спереди такое ребрение характерно и также мы видим здесь верхний распредвал схема переключения передач здесь ну такая от квадроцикла скажем так то есть первая передача от нейтрали включается вниз и 4 передачи остальных включается вверх тут конечно возникает такой интересный вопрос что что будет, если, например, вы едете на третьей, допустим, передаче хотя бы и собираетесь включить нейтраль, да, то есть нажимаете на носок этой педальки и случайно пролетаете нейтраль, да, и включаете реверс. Ну, мы пока еще не пробовали, но попробуем. То есть не знаем, что будет в этом случае. Наверное, не очень хорошая будет ситуация. Также у этого, особенность этого двигателя является в том, что является то, что здесь нет кикстартера. То есть это двигатель от квадроцикла, и здесь есть только электрозапуск, что, конечно, не так удобно, например, в российских условиях, но в то же время есть продажи моделей с кикстартером, да. Напомню, что есть такая модель, как 3W200 и 3W250 с двигателем Zonction 169FMM. То есть вот у этих моделей с вертикальным двигателем есть кикстартер. Ну, еще раз, да, то есть у вот Иштихмаша есть в скаутах три. И сейчас в продаже две модели с вертикальным двигателем. Это 3W200 и 3W250. Вот это будет третья модель, и пока ее в продаже нет. То есть это пока образец. Также у Scout of 3 есть одно только исполнение на сегодняшний день. Оно есть в продаже. Исполнение с реверсом, то есть с задним ходом. Это Scout 3R140. Там установлен горизонтальный двигатель 140 кубических сантиметров с масляным радиатором. Двигатель характерный для, например, квадроцикла Kaio Bull 2B. Там стоит такой же двигатель. У него тоже нет кикстартера. Это тоже потому, что двигатель от квадроцикла. Ну, и вот это единственная модель, которая на сегодня есть в продаже с реверсом, то есть задним ходом. Вообще, в принципе, конечно, это странная конструкция, когда у мотоцикла есть задний ход. Казалось бы, ну, для чего он нужен? То есть вот эту идею подсказал один из клиентов, да, который часто ездит. Ну, то есть там целое сообщество, на самом деле, людей, которые ездят часто вот именно на таких мотоциклах по такой внедорожной местности, по грязи, по более серьезной, да. И вот они попросили сделать из Тихмаш модификацию с реверсом, то есть задним ходом. И появилась вот та модель, которая называется 3R140. Ну, а, соответственно, это вот вторая модель, по сути дела, с реверсом. Но здесь уже такой двигатель помощнее, вертикальный, 250 кубических сантиметров. Ну, мощность такого двигателя в районе, наверное, 17 лошадиных сил. Мощность двигателя 3W200, например, ну, в районе 15 лошадиных сил. Мощность двигателя 3R140, ну, в районе 14 лошадиных сил. То есть, в принципе, это не самый мощный двигатель из тех, которые сейчас есть на рынке. То есть, например, 172 fm, его мощность в районе 19 лошадиных сил. Но в то же время, то есть, это достаточно легкий мотоцикл, как мы уже говорили. И на самом деле этому мотоциклу хватает и горизонтального двигателя, даже 125-140 кубических сантиметров. Ну, а если нужна именно мощность какая-то повыше, побольше крутящий момент, возможность разогнаться побыстрее и до большей скорости, то, соответственно, вот есть модификации с вертикальным двигателем. Ну, вот здесь у нас была возможность разогнаться на таком асфальтовом более-менее прямом участке. GPS-спидометр показал максимальную скорость 55 км в час. Ну, конечно, можно разогнаться и до большей скорости. Только надо понимать, ну, в принципе, зачем это нужно. То есть, в основном, все-таки, этот мотоцикл предназначен именно для такой внедорожной местности. Ну, особенностью, да, все-таки, вот этого мотоцикла является то, что здесь используются шины низкого давления. То есть, такие широкие покрышки от квадроцикла. Это дает мотоциклу, по сравнению с обычными, да, какими-то мотоциклами, больше устойчивость на дороге. То есть, он вот так вот не стремится, да, не стремится покинуть колью, да, по которой он едет в любой момент времени. А, соответственно, едет по вот такой дороге, на которой, в том числе, вот мы здесь стоим. Можно ее показать. Покажи, вот, как выглядит такая скромная российская дорога. Но, на самом деле, это далеко не самый плохой вариант. То есть, если выехать в поле, то там можно увидеть, что дорога обладает такой многоколейностью. То есть, и мотоцикл с достаточно узкими, да, шинами стандартными, когда он едет по такой дороге, то, соответственно, он стремится потерять равновесие в каждый момент времени. То есть, его надо удерживать. А вот с широкими покрышками мотоцикл более устойчив на такой дороге. То есть, водитель чувствует себя более уверенно. Через какое-то время даже пропадает, да, такое ощущение неуверенности, в принципе, при вот поездке по такой ухабистой местности. Ну, второе, пожалуй, здесь это достаточно такая мягкая подвеска. То есть, если поехать по ухабистой дороге, то подвеска вполне комфортная. Как это ни странно, то есть, она здесь более стандартная. Это два задних амортизатора. Но, в то же время, подобраны они достаточно неплохо. То есть, ехать по ухабистой местности такой, с твердым покрытием, с ямами, с волнистостью вполне комфортно. Посадка, если говорить об эргономике и геометрии, да, у этого мотоцикла, то вот даже при высоком росте, например, 190 сантиметров, как у меня, то здесь сидеть вполне комфортно. Руль, здесь вот его сразу уже поднастроили, видать, кто-то ездил тоже высокий, собственно, из парней из цеха, то руль здесь уже сделан так, тоже вот отогнут под высокого человека. И, соответственно, сидеть на нем, сидеть на этом мотоцикле и ездить очень, очень комфортно даже при высоком росте. Ну, в заключение, еще раз, что можно сказать. То есть, в принципе, это стандартный мотоцикл Scout 3. Про него, его различное исполнение, да, с различными двигателями у нас есть уже немало видео, в том числе посвященных именно тому, как ездят эти мотоциклы. И также собственной конструкции, техническим характеристикам. Ну, а это, соответственно, вот такое новое исполнение. Отличается именно двигателем 250 кубических сантиметров с реверсом, то есть задним ходом. Для тех людей, которым это действительно, ну, необходимо, да, скажем так. Которые понимают, для чего это нужно. Ну, нужно это в первую очередь при использовании мотоцикла с боковым грузовым прицепом, например. Или при вот езде по бездорожью, то есть, когда есть грязи, можно выехать задним ходом. Если говорить о ценах, то цена, пожалуй, пока вот производителям не посчитана. Поэтому мы не можем как-то ее озвучить. Но если ориентироваться на те цены, которые сейчас есть, то есть в районе 3 версия Scout 3 V200 с вертикальным двигателем 200 кубических сантиметров, который сейчас есть в продаже, он стоит в районе 130 тысяч рублей.